Люди, посвящённые всю эту трагедию или не трагедию, скажу, всю эту инсценировку космическую, они, конечно, знали, а простые люди не знали. И когда у простых людей возникали представления о каких-то религиях, то они в контексте этих религий пытались описать, что тогда произошло. И вот эта картина, которую вы сейчас видите, я её увеличила. Эта картина написана в 1500-х годах, средние века нашего века, в Италии, на территории Монтуи. На территории одного из дворцов, Палаццо Дельте, очень известный художник, посвящённый тех времён. Он сделал росписи, он сам и темы эти придумывал. И здесь на сцене вы видите, это Олимпиада, она олицетворяет материю. И здесь некий бог Зевс, в данном случае Зевс, её оплодотворяет. Вы видите, что у него член в эрекции, и он пытается в неё внести своё семя. И обратите внимание, что у Зевса здесь змеевидная форма, змеевидная. То есть он вносит в материю, а она женщина, у неё ножки нормальные, не змеевидные. Она женщина, человеческое существо, живущее на планете. И вот здесь описан момент для посвящённых. Момент, когда было в человеческий организм внесено вот это семя огня, которое потом изменит структуру человеческого рода, совсем изменит. Но Зевс, видите, он делает это с любовью, он же её не насилует. В некотором смысле его послали. Зевс здесь представляет космическую силу за пределами нашей материи. Его послали и сказали, иди и передай. И вот с этого момента, который здесь на картине, человечество второго круга изменило свою структуру. И тогда появились рептилоидные формы, которые я вам показывала, особенности которых вот как раз те самые, о которых я вам сейчас скажу третий раз. А именно, тогда был открыт третий глаз, поэтому у них на голове такие шишки высокие, на которые они шапочки надевают. Очень открытая шишковидная железа. Третий глаз был постоянно открытый. И вертикальная позиция. И постоянное состояние наслаждения, пребывания на земном шаре. Ещё раз скажу, что третий глаз, вы видите, это третий глаз Шивы. Шива — это Бог. У него третий глаз всегда открыт, он всегда наблюдает. Третий глаз Шивы. И у нас в христианстве и католичестве это глаз Бога, который всегда за нами наблюдает, видите? И здесь тоже совсем эзотерическое христианство, где тоже глазки всё время наблюдают за нами, всё, что происходит. Это третий глаз Божества. Что дальше стало происходить? Дальше человечество стало вести себя странно, потому что им был подарен незаслуженный способ нахождения в постоянном наслаждении контакта с космосом. вместо того, чтобы естественным образом радоваться, давайте я сейчас сделаю, вместо того, чтобы радоваться этому и постоянно быть в космосе, в контакте, люди стали фиксироваться, фокусироваться, заземляться на этом наслаждении. И поэтому оказалось, что люди стали образовывать не богоугодные вещи, а именно слишком много эмоций наслаждения нижних чакр и слишком много мыслеформ с этим связанным. И когда люди стали всё время думать про это наслаждение, представлять, к чему это может привести и каким образом, в результате люди стали образовывать то, что называется собственное астральное тело. Это искусственное явление. Оно образовано из мыслеформ, образов, которые вот эти атомы скреплены и склеены эмоции, энергии эмоций. Современный астральный мир образован совокупными астральными телами людей. И всё это искусственное образование. Этого не было в планах Бога. Но это стало возможным благодаря тому, что в человека встроили вот такой подарок — космическую нить огня и контакта между физическим планом и высшим планом. Всё это длилось очень-очень долго и привело это к очень нехорошим последствиям. В результате наблюдающие кураторы космические и за нашей планетой, и за жизнью человечества пришли к выводу, что, пожалуй, надо что-то менять. И для того, чтобы перевести человечество на третий круг, взросление нашей планеты, было решено забрать эту нить у человека. Да, при переходе между вторым кругом и вторым циклом на третий круг или третий цикл у человечества уже не было этого встроенного, того, что Гуджи называет «кунда буфер», то есть вот такой вот огненной нити в позвоночнике. Но поскольку на целом втором круге у людей это уже было встроено в организм, можно сказать, в ДНК, то на третьем круге остатки от него остались. Поэтому слово «кунда», «лини», «лини» — это на санскрите обозначает «прошлый», «прошедший», «ушедший». Вот это «кунда», «лини» — это остатки от того космического подарка, который нам сделали высокие божества, но человечество не оказалось к этому готовым. Далее, когда человечество перешло на третий круг, было решено сделать другой подарок человечеству, а именно не готовое что-то, возникновение, Продолжение следует...